СОНИК БУМ СОНИКа зовут героем за то, что может победить его? Да я одолею это ничтожество с помощью третьей своей армии. Но назовут ли героем меня? Нет. Мне нужен свой механический костюм, чтобы показать этим неудачникам, как хрупкое их бессмысленное существование. Дружище, жуть. Прости, я еще не выпил кофе. Я всегда становлюсь таким капризным. Только посмотрите. Отражательная заслонка, захватные лучи, лазеры, стеклоподъемники. Это моя симфония номер девять. Нет заряда? Но я же его зарядил. Видимо, все эти элементы слишком много едят. Думаю, дело в стеклоподъемниках. Позвольте предложить кое-что убрать. Позволь предложить убрать твою голову. Эггман выглядит грустным. Может, его выбрали присяжным? Я с ним поговорю. Наши отношения с Эггманом так запутаны. Правда? По-моему, взрослые люди и животные-подростки всегда так общаются. В чем дело, Эггман? Да как обычно. Построил лучший механический костюм и не могу найти достаточно мощный источник энергии. Хотела бы помочь, но поскольку ты строишь его, чтобы уничтожить нас, не думаю, что это в моих интересах. Но может поговорить с кем-то еще? Я что, вдруг столкнусь с тем, кто понимает плюсы и минусы механического костюма? Ага. Надоело, что Соник всегда побеждает. И не говори, словно нам нельзя победить. Как будто где-то есть четкие указания. Да. Мой костюм побеждал бы всегда, если бы я добрался до кристалла Тамель. Там чего? Легендарный кристалл Тамель способный зарядить любой механический костюм. Считается, что он зарыт в катакомбах под Домом Дружбы. Так что... Ладно. Сожалею. Извини, мне нужно забрать кое-что совсем не похоже на кристалл Тамель. Вроде картошки. Не ходи за мной. Внимание. Входящий магнитный пульсатор. Повреждение искусственного интеллекта неизбежно. Я буду видеть сны. Входящий магнитный пульса. Пощади наши ничтожные жизни. Ладно, я не стану вас уничтожать, но вы должны поклясться верно служить мне. Договорились. А теперь, согласно нашим обычаям, мы отполируем твой славный металлический нос. Не нужно. Мой металлический нос и так блестит. Что мне действительно нужно, так это то, чтобы вы нашли легендарный кристалл Тамиль, зарытый в глубинах этой пещеры. Это тяжелая работа. Мне плевать, как вы это сделаете. Это все, что мне нужно. О, и крутой плащ. И еще шляпа. Соник, признай, мы заблудились. Поверь, я знаю, куда идти. Стоп, это деревня Гогоба. Ладно, не стоило мне верить. Разделимся, пока Гогоба не заставили нас что-нибудь делать. Странно. Как будто никого нет. Кроме меня. Но я не в счет. Пустое место – мое второе имя. Я бы его изменил, но окружного секретаря забрали фраглодиты, как и всех остальных. Какой кошмар. Я справлюсь. Уверен, мои друзья и родственники в восторге от того, что их похитили и заставили работать в каменоломнях. Буду наслаждаться тишиной, пока все, что создала моя цивилизация, уничтожает время. Ладно, ясно. Мы спасем их и вернем домой. Говорил же. Молот такой тяжелый. Поэтому это делаешь ты, а не я. А камни так тяжело разбить. Ну, конечно, тяжело! Это же камни! Можно задать вопрос? Нет! Откуда мне было знать? Это вопрос! Вы худшие работники! Охрана! Взять их! Обоих? Да! Взять обоих! Я лишь хотел узнать, нужно ли заполнять рабочий листок. Рабочий листок! Что непонятного в словах? Вечная служба! Ну, как идут раскопки? Эти Гу-Гоба вообще ни на что не способны. Ну, кто-то должен выкопать мой кристалл. Либо они, либо вы. Хорошо. За работу! У нас перерыв. Перерыв! Мы попытались, бедные Гогуба. Ты что? Мы должны спасти их. Знаю. Почему виноград стал кокосом? А-а-а! Владыка металла нос. Кристалл Томель в зоне досягаемости. Когда заполучу его, моя мощь станет безграничной. Кажется, пора старине Сонику вмешаться. Мы справимся, если тут нет ловушек. Отличный ход. А, я ж Соник. Шпионишь за мной, как обычно? Взять их! Эй, осторожно! Он не застрахован, когда в чужих руках. Эй! Я нашел кристалл! О, да! Порадуй меня! Нужно что-то делать. Если я уговорю Гогуба отдать мне молот, я смогу нас вытащить. Придется применить реверсивную психологию. Хорошая мысль. Когда ты говоришь, я всегда хочу сделать наоборот. Но это скорее моя проблема. Не верится, какой ты сильный. Спорим, я не смогу даже поднять этот молот? Ха, ерунда. Женское равноправие и все такое. Вперед, юная леди! Ха, ерунда. Ты не волшебный летающий образ правителя. Ты такой же, как мы. Пора создавать хаос. Да здравствуй, король! Теперь мы деремся со вкусом. Ааа! Аааа! Аааа! Ах, ах, ах! Аааа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прощай, Соник. Ну? Нет! Видимо, проиграем вместе в лучах славы. Где кнопка самоуничтожения? Да, стеклоподъемники лишние. У-у-у-ча! У-у-у-ча! О-у-у-у-у! Нет, хватит! Разве вы не видите? Смотрите, как легко этому человеку удалось вас обмануть. Вам нужно развивать критическое мышление, а не почитать фальшивых правителей. Он прав! Поклоняйтесь! У-у-у-ча! 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 Стоп! Мы забыли шутку! Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная сеть. Соник Бум Доброе утро, мир! Доброе утро, стул! Доброе утро, цветок! Доброе утро, молот! 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 Я не верю, что молот пропал. В нём вся моя жизнь. Это как Соник без своей скорости. Или я без кулаков. О! Где они? У тебя на лапах. О, какое счастье. На мгновение я стал так же бесполезен, как Эмми без молота. Кому понадобилось украсть твой молот? Доброе утро. Эггмен, ты украл мой молот. Будь мне нужен молот, я бы его сделал. О! Было такое чудесное утро, а теперь я разозлился. И что ты сделаешь? Нападёшь на нас? Что ты сделаешь? Нападёшь на нас? Молодец, Соник! Что мне делать с лапами? Я! Наклз был прав. Я бесполезна. Что? Я не виноват, что проницателен. Придётся разобраться. Прости, цеголовый. Закончим быстро. Ха-ха! Я всё понимаю! Эмми, твои тревоги позади. Мы не нашли твой молот, но нашли кое-что интересное. И оно пригодится в битвах. А главное, оно всё не зарегистрировано и со стёртым серийным номером. Я ценю вашу помощь, но я обратилась к профессионалу. В этой скромной, как кто-то бы сказал, катастрофическом малой лачуге. Я, Вектор-разоблачитель, начну своё расследование о... Дело о пропавшем молоте. Вектор, что ты тут делаешь? Снято? Нет, нет, нет. Вы рады, что Вектор тут. Соник, ты видел его шоу? Он точно найдёт мой молот. Когда у тебя появилось шоу? Когда мне заплатили большие теледенежки? Знаешь, тебе стоит показаться врачу. Я нахожусь у жилища жертвы в поисках зацепок. Я тоже ищу зацепки. И делаю это в 50 раз быстрее Вектора. Нет, ничего. Преступник не оставил следа. Да, не следа. Кроме этих следов. Членская VIP-карта Нямбургера? Я таких не видел. Они для культурной элиты. У нас есть первая зацепка. Этот глупец должен назвать имена. И в отличие от здешних чашек, он не расколется быстро. Сыграем в плохого копа хорошего копа. Я буду плохим. Это моя вечеринка. Я всегда играю в плохого. Готовы сделать заказ? Кто владелец этой VIP-карты? Не понимаю, о чем вы говорите. Мой напарник пытается быть деликатным. Он верит твоим рассказням. Но по мне тут пахнет гнильцой. Это не амбургер. Тут так и пахнет. Ладно, признаю. VIP-программа – это обман. Мы даем карты недовольным клиентам, чтобы они почувствовали себя особенными. Почти у всех они есть. У меня нет. Кто-то должен платить сполна за огромные скидки для всех остальных. Как прошло с Вектором? Тупик. Может быть, телевизор тебя отвлечет? Это вокальный конкурс, где я вместе с женой бывшей рок-звезды и парнем, которого никто не знает, сильно критикую простых исполнителей и разбиваю их мечты. Отлично. А что еще отлично? Надавить на больное. Мои ножи для масла и то не такие тупые. Вчера я попытался посмотреть шоу, так телик сам выдернул шнур. Подумаешь. Ему можно, а другим нельзя? Точно, Валк. Проходите, тут не на что смотреть. Ого, смотрите, кто-то разгромил портрет комика-чимпа. Эй, народ, посмотрите! Тот, кто это сделал, должен ненавидеть комика-чимпа. Ах, это следы моего молота. Что, молот обрел разум и не любит плохой юмор? Одна из теорий. Но я ставлю на Джастина Бобра. После того, как комик-чимп его высмеял, он должен был разозлиться. А значит, он и украл молот у этой очаровашки. Все отлично, Вектор, но ты упустил одну деталь. Нет никаких улик. Поэтому предлагаю засаду. Мы ждем весь день. По телеку засады выглядят иначе. Две фразы, и парень появляется. Жизнь не похожа на телевидение. А вот и он. Это похоже на какой-то заговор бобров. Игра окончена, Джастин. Он взял заложников. Мы не заложники. Мы клуб книголюбов. Мы встречаемся каждый вечер. Книголюбов? Я храню это в тайне. Если мои бездарные фанаты узнают, что я люблю литературу, мне объявят бойкот. Прогонятся сцены. Словарный запас подтверждается. Как и его алиби. Если он был здесь вчера, значит, не мог испортить портрет комика-чимпа. Не отчаивайтесь. Завтра вернемся на место преступления. Может, найдем еще зацепку. Вектор, я что-то нашел. Здесь был пункт наблюдения вора. Он жевал пирог, пока ждал возможности стащить молот. Кто ест пирог с середины? Не знаю. Но пока ты болтал, я придумал беспроигрышный способ выяснить это. Фестиваль пирогов? Теперь нужно следить за тем, кто из этих клоунов ест пирог, начав с середины. Отличная идея, Вектор. Этот фестиваль пустышка. Все, что мы узнали, наши жители не дают чаевых. Не слышал твоих предложений, пушистик. Кого ты назвал пушистиком, кожаная голова? Волк, я заметил, что тебя не было на фестивале пирогов. Не хотим тебя обделять, так что... Рассмотрим улики. У кого есть VIP-карта нямбургера, зуб на комика-чимпа и кому все время достается пирогом по лицу? Обезьяна! Нет, настоящий преступник, хранитель реквизита для комедийного шоу, способный спрятать огромный молот. Вулфер Тунг-Ти, напарник! Хе-хо! Стоп, стоп! Мой молот! Нет, я ничего не крал. Ладно, разве что шутку про еду в самолетах, но не это! Спасибо, спасибо, спасибо! Ничто не заменит мой молот. Он уникален. Отличная работа, Вектор. Да, но слова этой девчонки не выходят у меня из головы. Ее молот уникален. Зачем красть для шоу то, что настолько узнаваемо? Вектор, дорогой, ты справился. Ты его поймал. Расслабься. Вектор, а где съемочная группа? Есть кое-какие подозрения. Я пришел один. Все серьезнее, чем я думал. Нужна твоя помощь. А теперь захватывающий итог в деле о пропавшем молоте. Молоте Эми найдено мной. Но правда ли волк преступник? Или он козел отпущения? При помощи Ижасоника мы собираемся это выяснить. Все улики указывали на Джастина Бобра. Но у него было алиби. И улики загадочным образом указали на Волка. Так кто же точил зуб на Джастина и имел доступ к сундуку Волка с реквизитом? Эй, ты не разносчик пиццы. Диксон украл молот. У него есть VIP-карта Нямбургера и мотив, чтобы подставить Джастина Бобра. После неудавшейся карьеры певца, Джастин уволил Диксона с позиции менеджера. Но когда алиби Джастина подтвердилась, ему пришлось подставить другого. Как телепродюсер, он имел доступ в студию и подложил молот в сундук Волка. Что ты скажешь в свое оправдание? Пицца приехала, Диксон. И она приправлена правосудием. Похоже, мы все же неплохая команда. Мы схватили настоящего преступника, и никто не пострадал. Ау, разве мне не положен телефонный звонок? Ну вот. Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная сеть. Соник Бум. Захватывающая поездка Пей, 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 пей. Ура! Заморозка мозгов! Ай, 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 чем я это заслужил? Ребята, важная новость! Ты женишься? Что? Нет! Нашу группу пригласили выступить на другом конце острова. Да! Один вопрос. У нас есть группа? Супергерои. Помните, мы спасли женщин деревни от превращения в зомби. Мы испортили карьеру Джастину Бобру. Крекеры в гримёрке. Так, да! Но только как мы довезём оборудование? Герой-мобиль! Путешествие! Веселитесь! Не делайте того, чего не сделала бы я. Ты же сказала веселиться. Раз мы в этой машине на ближайшие 15 часов, проведём время с пользой. Супергерои, мы изгои! Хотим, чтоб слышали на всех просторах! Желаю на руки, ноги вверх! Супергерои раскачают все! У нас есть ритм, есть бит! Установка супер-хит! Жиряная команда, зажигай, качай! В желудках чили-доги! Летим на всех парах! Вы не встречали групп, если не слышали нас! Концерт будет что надо. Нас ничто не остановит. Мне нужна остановка. Согласно карте, путь пролегает мимо известной водонапорной башни в форме бутылки для кетчупа. Известной? Не слышал о ней. Она была в удалённой сцене из командос Мутантов-3. Ладно, но только одна остановка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать, друзья, в обитель крупнейшего в мире стула. Можно посидеть? О, ни в коем случае. На стул можно только посмотреть. Эми, скажи, что проводишь время так же ужасно, как и я. Вообще-то у нас Астикс расслабляющий спа-уикенд. Но брось, уверена, не всё так плохо. А это официальное письмо из Книги рекордов с просьбой прекратить досаждать им. Признаю ошибку. Ну ладно, веселитесь. Больше фотографируйте. Не фотографировать! Смотри, что я купил в сувенирной лавке. Уменьшенную копию крупнейшего в мире стула. Тертула. Я больше не могу. Тейлз, отдай руку. Верни, отдай, дай. Мы едем на концерт. Никаких остановок. Приманок для туристов. Ничего. В чем дело, офицер? Похоже, вы уехали далеко от дома. Так и есть. Наша группа выступает на другом конце острова. Мы супергерои. Может, слышали? Я не слушаю рок-н-ролл. И мы здесь не приветствуем нарушителей спокойствия. Особенно всяких синеголовых хулиганов. И не говорите, офицер. Нарушителей? Хулиганов? Но я же Ёж-Соник. Я же воплощение героизма. Я буду наблюдать за вашей троицей. Ай, очередной штраф за превышение. Оспорив суде, но вряд ли они расценят нужно спешить, как медицинское показание. Наклз, садись ты за руль. И куда же мне ехать? Давай, вселенная, подай знак. Сообщение принято. Эй, где это мы? Наклз, что это джентльмен делает в нашем фургоне? Вы спали, мне было скучно. К счастью, этот бродяга выглядел так, будто ему нужна компания. Ну что, парень, что ты делаешь в этих краях? Жду удобного случая. Мы прерываем нашу регулярную трансляцию тишины ради важного объявления. Преступник, печально известный как бандит-велоцепь, на свободе. Автомобилистам следует опасаться большого кривозубого опоссума в плаще и стюком полном велосипедных цепей. А, ребята, можем посовещаться. Вы ни при чем. Речь совсем о другом пассажире на заднем сидении совсем другого фургона. Вот облегчение. Я был уверен, что этот парень преступник. Соник, не ошибся, это он преступник! Убери его! Наклз, подвинься, я за руль. Что, ты остановился? Главное – безопасность. Нам повезло! Офицер, там сзади бандит-велоцепь! Я так и знал, что вы что-то замышляете. Нет, 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 вы все не так поняли. Я Ёж Соник! Я ж Соник! Вы арестованы. Один телефонный звонок, не прогадайте. Эми, некогда объяснять. Тейлс, Наклз и я под стражей. Нужно, чтобы ты внесла залог. Соник, мне сейчас совсем не до твоих розыгрышей. Мы со Стик с Занятой. Поговорим потом. Похоже, вы выиграли ночь пребывания в отеле за решеткой. Хорошо. А я-то думал, проведем ночь в тюрьме. Смотрите, кто у нас здесь. Это же Экспресс Мечты. Я фанат. Теперь мы называемся... Да, это мы, Экспресс Мечты. Не верится, что вас тоже поймали. Этот полицейский подозревает всех из-за бандита-велоцепи. Услышали о моем зарождающемся бизнесе кошельков на цепи и все. Какой ужас. Кошельки на цепи уже 15 лет не в моде. Мы знаем бандита в лицо. Поймаем его и снимем подозрения, если выберемся. Если вы в половину так же хороши в поимке преступников, как в исполнении песен, я вам помогу. Отлично. Отвлеки их. Все, что нам нужно, какой-то незаметный, но удивительно мощный магнит. У меня есть один микромагнит, который я всегда ношу с собой. Да, это подойдет. Кушать подано. Я не могу это есть. Требую вегетарианской еды с... Как они называются? Овощами. Эй, вернитесь, нарушители! Нужно спешить. Нужно спешить нам сейчас. Вот погоня началась. Рок-н-ролл спасет всех нас. Мы догоняем. Не пытайся скрыться, сбежать. Команде тебя удастся поймать. Не придется долго ждать. Вон он! Рядом мы уже. Он уходит. Я разберусь. Вот погоня началась. Рок-н-ролл спасет всех нас. Мы догоняем. Не пытайся скрыться, сбежать. Команде тебя удастся поймать. Мне придется долго ждать. Нужно спешить. Нужно спешить нам сейчас. Вот погоня началась. Рок-н-ролл спасет всех нас. Мы догоняем. Нужно спешить. Хорошо, что ты любишь цепи. Будешь ходить в них от 15 до 20 лет. Я ошибся на ваш счёт Вы не опустившиеся хулиганы Вы законопослушные хулиганы И вы свободны Поднажми, Тейлз Может, ещё успеем на... Мы пропустили концерт? Нет, вы на месяц раньше Видимо, я так обрадовался, что не обратил внимания на дату Но в этом есть и плюсы Старейший в мире камень всего в двух часах езды Нужно спешить!